Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах. Майк Мы паковали наше оборудование после шоу Гилман Стрит в Беркли, когда ко мне кто-то внезапно подошел и провел своим пальцем у меня под носом. Я развернулся, и этот стрёмный тип в солнцезащитных очках сказал «Ты помазан!». Помазание – это когда вы вытираете свой зад пальцем, а затем проводите им у кого-нибудь под носом. На самом деле помазание не задалось, потому что я ничего не унюхал. Это по большей части сбивало с толку и раздражало. Этот палец принадлежал похабному алкашу по имени Джей Волкер. Джей был другом с Мелли и частью LA группировки Dogpatch Вайнос. Вайнос не были бандой в традиционном для LA смысле драк и поножовщин. Они скорее были задорной тусовкой алкашей и торчков с подростковым чувством юмора. К примеру, помазанием. В то время, как в основе большинства групп лежало прежде всего самоуважение и чувство собственного достоинства, у Вайнос его вообще не было. В то время, как большинство группировок жестко наказывали за то, что нашивки на чьей-то одежде были неаккуратно пришиты, Вайнос просто закалывали их нашивки булавками. Они не столько создавали проблемы, сколько просто мутили наркоту и жили на самом неблагополучном социальном дне. Меня никогда не приглашали вступить в Dogpatch Вайна, и они были единственной группировкой, недопуском которой я был полищен. Они считали меня парнем из колледжа, я считал их безнадежными алкоголиками. Большинство из них были бездомными, но они тусовались в доме на Фонтейн-Авеню в Голливуде. Я зависал там раз или два, но никогда не чувствовал там гостеприимства. Джей Уолкеру и его другу Бобу Лашу нужно было подъехать из Беркли в Л.А., и Смелли предложил им проехаться в моем вене. Так что таким галантным способом Джей представился. Люди часто используют слово сутенер как фигуру речи, но когда я говорю о Бобе Лаше, я буквально имею в виду, он встречался с проституткой, которую он подкладывал за дозу. Боб бухал настолько жестко, что его печень была уничтожена. Однажды он дрался со своей девушкой, и та швырнула его на скамью для жима. Это был, наверное, последний удар, который могли вынести его органы. Его печень взорвалась, и его жизнь чудом спасли вне от ложки во время операции, что послужило вдохновением для написания части текста к нашей песне Боб. Остальная часть текста песни вымышлена. Он не был скинхедом, он был с корейцем с дредами. Эта песня очень полюбилась нашей публике, но я так и не узнал, что Боб о ней думает. Он передознулся раньше, чем не представилась возможность узнать это. Мы ехали по магистрали, когда Джей проорал заднего сиденья. Притормози, нам надо отлить! Я сказал, что тормозну на следующем съезде. Нет, нам нужно поссать сейчас! И тут я услышал две струи, бьющие в боковую дверь вена. Отсутствие самоуважения подразумевало отсутствие уважения кому-либо другому. Смелли как-то раз притащил ко мне домой Вайна, которого звали Джонни Сикс Пэк. И следующее, что я помню, это то, как он нарисовал баллоном свастики на стенах моей кухни. Или, возможно, это были просто лого Догпач Вайнас. Или то и другое, я не знаю, разве это имеет значение? Он задул баллоном мою кухню! Я избегал Догпач Вайнас настолько, насколько только мог. Но все равно проводил с Джейм существенное количество времени на тусовках и шоу. В отличие от остальных Вайнас, он не был полным отморозком. Мы могли нормально разговаривать. Между нами возникала связь, и он был довольно забавным. На протяжении следующих лет он станет близким другом. Я заставлю его пройти через то, чего будет более чем достаточно, чтобы компенсировать всю ту мочу в моем Бене.